Как раз строится ЦОД, потому что, когда мы разговаривали с Министерством по налогам и сборам, у них как бы было такое предложение с российской стороны построить. Это же, получается, не просто контрольно-кассовые машины поставить, да, должен быть центр обработки данных, где вся информация с этих контрольно-кассовых аппаратов будет стекаться в центр обработки данных, где они будут эту всю информацию обрабатывать. У нас как бы в Абхазии такого, вы знаете, нету, и было предложение с российской стороны, да, ну, давно, еще несколько лет назад, они собирались, ну, хотели нам предоставить ЦОД в Российской Федерации. Мне кажется, это неприемлемым, да, потому что ЦОД должен располагаться на территории Абхазии, чтобы доступ к данным имели только, ну, сотрудники, которым нужно это знать. И поэтому вот сейчас у нас строится республиканский ЦОД в этом году, и как раз вот как мы договорились, да, и с нашими таможенными органами, что таможня, там, часть ЦОД этого может занимать и использовать для обработки данных, которые будут поступать с контрольно-кассовых машин. Вообще, если взять в среднем, да, по мировой практике в тех странах, где не было этого чего-то контрольно-кассовых машин, в среднем платежи увеличиваются там на 40, на 50 процентов. Это очень для нашей страны, вот только по этому виду налога на 40, на 50 процентов у нас больше будет. И тем самым спецналог тоже убирается, где-то будет патент, и кто-то будет на упрощенной системе, там уже в зависимости от оборота.